МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это, безусловно, отложило отпечаток на крупнейшую мировую автомобильную выставку, которая напоминает большой, шумный, ослепительно яркий Восточный базар. Но мы поговорим о другом, об экзотике автомобильной. В первую очередь об автомобилях, которым, возможно, никогда не суждено появиться на дорогах. Это концепты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с общемировых концептуальных премьер, которые по стечению разных обстоятельств были представлены именно здесь. Для того, чтобы представить свой новый мотор серии Экобуст, трехцилиндровый, однолитровый турбоагрегат, фордовцы решили сделать новый, довольно интересный концепт-кар. Он называется «Старт». Внешне автомобиль очень напоминает «Фордка» первого поколения. Однако сама компания заявляет, что этот автомобиль исключительно шоу-кар, и ничего подобного в серию никогда не пойдет. Но кто знает, может быть, если машина проглянется, а это, бессомненно, так, то компания «Форд» пересмотрит свое решение. Четырехместный концепт-кар построен с использованием легких кузовных панелей, изготовленных из перерабатываемых композитных материалов, в основе легкое алюминиевое шасси. Видно, что у автомобиля практически отсутствуют задние стойки, что предполагает хороший угол обзора. И все-таки пока концепт. Не более чем красивый фантик. Главное – мотор. По предварительной информации, он будет доступен на серийных автомобилях в двух версиях. 108 и 89 лошадиных сил. Изначально агрегат предполагается для использования в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Точных характеристик пока нет. Известно лишь, что свойства нового двигателя не должны уступать бензиновым четверкам по тяговым характеристикам, а по экологии здорово превосходить последние. Так вредные выбросы углекислого газа не должны превышать 100 граммов на километр. Вот уже как пять лет легендарный британский бренд МДЖ принадлежит к китайцам. Однако дизайн бюро в Лондридже не прекращало свою работу. Плоды этой деятельности вы видите сейчас мировая премьера – концепт MG0. Основной рейтмотив концепта – он очень умный, фактически такой интеллектуал. Единственное, что остается у водителя – это управлять педалями и рулевым колесом. Все остальное выполняется исключительно с кнопки, но не с простой, а с сенсорной. Обратите внимание на панели. Конечно же, это только концепт, но есть шанс, что они сохранятся, поскольку серийный автомобиль по мотивам этого творения должен появиться уже через год. Компьютерные игрушки, интернет, сообщества, блоги и прочее-прочее – всем этим тоже болеет китайская молодежь. Концепт MG0 предлагает людям общаться во время движения. Не знаю, насколько это безопасно. Тем не менее, у автомобиля есть возможность выводить игрушки, сообщения вот сюда, на панель багажника. Посмотрите, здесь немного отсвечу, то есть, обратите внимание, вот здесь имеется вот такой вот экран. Ну и самое главное, что уже через год, как мы говорили, этот MG0, возможно, станет реальностью. Причем продажи, конечно же, начнутся в Китае. Уже предполагаются два мотора 1.3 и 1.5, и механическая трансмиссия. Чуть позже планируется сделать полуторалитровый турбомотор мощностью 156 лошадей. И вот с этим мотором этот автомобиль планируется поставлять в Великобританию. Конечно же, специально для Европы чуть позже сделают и дизель. В общем, будущее концепта видно вперед на пять лет. И, скорее всего, у него есть все шансы осуществиться. Происхождение многих концептов довольно прозаично. Здесь не принято вкладывать миллионы в разработку того, что можно просто позаимствовать у других производителей. Причем часто с позволения последних. Так, например, на стенде совместного предприятия Suist, выпускающего автомобили Mitsubishi для внутреннего китайского рынка, красуется концепт V4. По своим очертаниям напоминающий сразу несколько японских автомобилей. А вот по начинке ошибиться сложно. Это, конечно, Mitsubishi. Бывает и по-другому. Никаких совместных проектов, связей, производства. Просто очень понравился дизайн. В таком случае его элементы используют без спроса. Как нам известно, компания Volkswagen сейчас делает ставку на настоящие. Не стремится делать гибриды или электрокары. Поэтому электрический Tiguan появится, если появится, очень нескоро. А вот у компании Leibao Motor такой Tiguan уже есть. Ну и что, что у него вместо фирмы-назачка Volkswagen кусочек сыра. Несмотря на это, машина, в принципе, готова к производству. Уже известно, что она способна проехать 200 километров без подзарядки и подзаряжаться от любой электрической сети. Будет ли здесь в Китае покупатель такую марку, пока никто не знает. Но есть главное заявить, показать, а что будет дальше, увидим. Накопленный опыт совместного и собственного производства в самых различных областях позволяет китайским производителям проектировать собственные современные разработки. Всеобщая электрификация шагает по поднеместной огромными шагами. Автомобиль с розеткой есть практически на каждом стенде. Но некоторые идут дальше и предлагают в своей модели целой инфраструктурой небольшого города. Ну, по китайским меркам, наверное, жителей будет здесь 5-6 миллионов. С развитой инфраструктурой городского, общественного и личного транспорта исключительно на электрической тяге. В погоне за зеленым будущим, а также для стимулирования собственных производителей, правительство Китая разработало программу поддержки экологичного транспорта. А так как все решения партии здесь свято чтут и беспрекословно выполняют, то электромобили не заставили себя ждать. Первая китайская автомобильная компания представляет себе экологическое будущее автомобиля в виде концепта ИКУ. Пока что о машине известно только то, что она способна разогнаться до 160 км в час, проехать на одной зарядке те же 160 км и заряжаться от обычной электрической сети. Ну, что касается производства этих автомобилей, этот вопрос нам ответили просто. Мы готовы их делать хоть завтра. Помимо традиционных концептов были и необычные. Например, двухколесная капсула ENV. Совместное детище GM и Shanghai Automotive Industry. Благодаря использованию схожей платформы с двухколесниками Сигбы, ENV легко удерживает равновесие. Тихий, экологичный, безопасный для пешеходов, электро... Наверное, все-таки автомобиль. По задумке разработчиков, должен самостоятельно развозить пассажиров по адресам. В общем, аппарат явно со страниц фантастической саги. Но руководитель китайского подразделения GM уверяет, что проект жизнеспособен. Что ж, увидим через пару лет. А вот что действительно вскоре появится на дорогах, так это Chevrolet Volt MPV. Полноценный пример на стенде Chevrolet. Chevrolet Volt MPV 5 не пользуется большим спросом у посетителей выставки, несмотря на то, что это очень интересный автомобиль. И создан он по мотивам концепта Орландо, который мы видели в Париже год назад. Volt в кузове седан уже вот-вот появится на дорогах США. Его опробовали, обкатали журналисты. Автомобиль всем очень понравился. Многие даже ставят его на ступеньку повыше, чем хорошо себя зарекомендовавшая Toyota Prius, который пользуется большой популярностью в этом сегменте во всем мире. Поэтому вот появление такого кузова автомобиля среди гибридов – это совершенно новое слово. И тот же невместительный тесный Prius уже не сможет конкурировать с таким автомобилем. Что ж, я думаю, от концепта, от вот этого дизайна до серии совсем недалеко. Тем более, что и Opel Ampere и Chevrolet Volt, как мы уже сказали, имеют совершенно непосредственное воплощение, готовое к выпуску на конвейере. Разработка новых автомобилей поставлена в Китае на широкую ногу. Большинство крупных производителей покупают готовые проекты у специализированных китайских ателье. Таких как IAT. Здесь могут сделать все, что угодно. От откровенного клона до практически собственной разработки дизайна с вариантами силовых агрегатов. Для демонстрации своих возможностей компания экспонирует свежие образцы, одним из которых является электрокарп «Бамбуковый ветер». Он способен проехать на одной зарядке 160 километров. Моторчик мощностью 82 лошади обладает крутящим моментом в 216 ньютон-метров и способен разогнать ветер до 145 километров в час. Помимо концептов, на салоне хватало экзотики и другого толка. Грузовики стоят на улице, а здесь расположилась вся легковая линейка. От самых маленьких автомобилей до вот этого знаменитого красного знамени. Это автомобиль современных правителей Китая. Вглядываясь в черты Чиньцу, легко увидеть черты автомобилей до боли знакомые советскому человеку. Где-то Зил, где-то Чайка, ну а где-то Роллс-Ройс. Каких-то 20 лет назад наши правители ездили на таких же броненосцах. Теперь наши Зилы – это история. Ну а Циньцу продолжает жить. Новое красное знамя впервые появилось на публике в октябре прошлого года. Именно на нем господин Худзинтау принимал парад. Как мы уже говорили, строительство в придворных лимузинах было поставлено и в СССР, но Китай пошел дальше. Компания Джили предлагает на рынке собственную версию Роллс-Ройс, которая готова поступить в свободную продажу. Многое, начиная от фигурки на капоте и заканчивая очертаниями кузова, напоминает Роллс-Ройс. Правда, двери у Джили М-Гранд-Джи открываются традиционно. Зато внутри... С древних времен китайские правители путешествовали в одиночку. В том смысле, что слуги должны нести полонки, а не сидеть где-то рядом. Именно согласно этой философии и создан вот этот лимузин, представительский автомобиль Эльм Гранд-Джи. И вот это роскошное кресло вмещает всего лишь одного. Есть необходимые системы безопасности, мощный мотор, место для охраны впереди, рабочее место, где можно заняться каким-то бизнесом, выйти в интернет, проверить почту и так далее, и так далее. Но вот такая концепция пока лишь доступна китайским производителям. Никто более до такого до сих пор не додумывался. Надо отметить, что трон со столиком и евроковриком для мышки вместо дивана – это концептуальная фишка. В серийных автомобилях все будет более традиционно – два кресла и выдвижные, и выдвигающиеся столики. Тем не менее, под заказ можно установить хоть ванну. Если Эльм Гранд-Джи пока и вызывает только улыбку, то лондонский кеп, а точнее Джили ТХ4 – не иначе, как восхищение. Напомним, что компания выиграла тендер на производство такси к лондонской Олимпиаде 2012 года. Именно эти машины совсем скоро должны прийти к обвитшалам метрокэбам. В автомобиле учтены все пожелания. Здесь должны передвигаться все гости, независимо от их возраста, статуса и физических возможностей. Я имею в виду, что автомобиль предназначен в том числе и для передвижения людей на инвалидных колясках. Специально для этого здесь имеется вот такой вот ложемент. То есть есть возможность совершенно спокойно помощникам или инвалиду самостоятельно въехать сюда и проследовать к месту проведения спортивных мероприятий. Дверь открывается широко. Есть удобные ручки, которые, опять же, признаны помочь не только инвалидам, но и простым людям. Очень удобное сидение и полное отсутствие багажника. Ну, если здесь поедет более двух или трех человек, имеются вот такие вот дополнительные сидения спереди. Это классический лондонский Кэп, таким, каким он будет на лондонской Олимпиаде. Ну, если думаете, что Джили на этом остановились, вы ошибаетесь. TX-4 это уже не новинка, это прошлое. Автомобиль, конечно, еще только будет производиться. Но сейчас все внимание на абсолютно новый автомобиль. Это England TX-N. Пока что концепт, но уже через два года он появится на дорогах Пекина. На этом мы заканчиваем наш рассказ о пекинском международном автосалоне. Представленные серийные новинки и концепты в очередной раз демонстрируют, насколько динамично развивается азиатский автопром. Похоже, в Поднебесной уловили главное требование современного автомобильного рынка – быстрое обновление модельного ряда. Они готовы выкидывать на рынок по нескольку новинок, сразу готовые к тому, что некоторые из них будут провальными. Еще одна тенденция – заметное улучшение качества. По крайней мере, качество сборки и отделочных материалов. По части безопасности изменений не видно. По крайней мере, данных о том, что какой-то из китайских автомобилей получил высший балл по результатам европейских испытаний, мы не нашли. Однако ситуация может измениться уже в этом году. Мы собственными глазами видели современные испытательные лаборатории, готовые к проведению современных исследований. Об этом в следующей программе. Продолжение следует... Продолжение следует...